Все популярные туристы принимают экстренные меры и шокирующие обвинения власти страны знали о подготовке теракта, но ничего не сделали. Политическое распутье. Греция перед историческим выбором. Завтра референдум. Громкие заявления о шантаже и финансовом терроризме. Музыка высших сфер. Рок над Волгой. Наступление пилотажной группы. Десятки тысяч зрителей на фестивале нашествия. Важнее всего погода в доме. Праздник вечных ценностей. В России отмечают День семьи, любви и верности. Рыцари в надувных доспехах. Новое увлечение любителей футбола. Шарики на ножках. Тяжело, неудобно, жарко. Зато весело. В поселке Широкино, который в последнее время был одной из самых горячих точек на юго-востоке Украины, появилась надежда на реальное прекращение огня. Ополченцы в одностороннем порядке отвели собственные силы и предложили сделать то же самое украинским военным. Есть даже планы по совместному патрулированию в Широкино. Тем не менее, общая ситуация в Донбассе ухудшилась. Такой вывод сделали представители ОБСЕ, которые сегодня побывали в Широкино. Репортаж Климс Анаткина. Разрушенные дома, школы и больницы. В поселке Широкино, который долгое время оставался одной из самых горячих точек юго-востока Украины, не осталось ни одного уцелевшего здания. 80% жилых домов не подлежат восстановлению. Здесь не осталось и мирных жителей. Всюду воронки от взрывов и неразорвавшиеся снаряды. Ранним утром сегодня сюда приехали и специалисты миссии ОБСЕ. Вместе с представителями совместного центра по контролю и координации. Как с украинской стороны, так и со стороны ДНР. Заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хук подтвердил информацию о том, что силы ополчения в одностороннем порядке отвели все свое вооружение от линии соприкосновения в Широкино. Мы подтверждаем, что по маршруту следования патруля не видели вооруженных формирований в селе. А также мы наблюдали значительное разрушение гражданской инфраструктуры по всему населенному пункту. О признании Широкино демилитаризованной зоной в самопровозглашенной республике объявили еще накануне. После посещения поселка Александр Хук рассказал, что при этом отведение украинских войск от линии соприкосновения, предусмотренное минскими договоренностями, он подтвердить не может. Не могу подтвердить, но и не могу опровергнуть. То, что можно сказать, сейчас он спокойно. Более того, наблюдатели миссии ОБСЕ в последние несколько недель наоборот фиксировали увеличение боевой техники вдоль всей линии соприкосновения. Наблюдатель от российской стороны, представитель совместного центра по контролю и координации Александр Романчук отметил, что предпринятые в Широкино меры ведут к улучшению ситуации на юго-востоке Украины. Это первая инициатива по выполнению практическому соглашению между сторонами. Будет первой ласточкой, которая приведет к эскалации конфликта в общем здесь, на востоке Украины. На сегодняшний день важнее задачи здесь, в Широкино, чем имплементация, реализация этого заявления о демилитаризации. Для нас нет ничего. Сегодня стало известно, что план демилитаризации Широкино предполагает отвод войск Украины и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на 2,5 километра от линии фронта. И создание так называемой безопасной зоны шириной 30 километров. Также Хук подтвердил информацию об ухудшении ситуации в связи с гуманитарной и транспортной блокадой с украинской стороны. Минобороны ДНР сегодня сообщило, что патрулированием буферной зоны в Широкино теперь займутся полиция самопровозглашенной республики совместно с сотрудниками правоохранительных органов Украины. При этом представителям обеих сторон будет разрешено иметь при себе только табельное оружие. Сегодня стало известно и об увеличении наблюдателей миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины в ДНР и ЛНР. Дополнительно прибыли 17 новых специалистов. Всего же здесь сейчас работает почти 500 международных наблюдателей. Завтра Александр Хук планирует отправиться в Горловку. Клим Санаткин, Игорь Крисков, Тимофей Генералов, Рушан Умяров и Дмитрий Синицын. Первый канал. Донецк. К другим новостям. Двое боевиков уничтожено в Дагестане, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В лесном массиве был обстрелян патруль. Завязался бой. Затем преступники пытались скрыться. Спецназ преследовал их почти сутки. Не удалось избежать потерь. Погиб боец спецподразделения внутренних войск МВД. Власти Туниса знали о предстоящем теракте против иностранных граждан, но ничего не сделали для спасения людей. Это утверждает британская газета Independent. В результате атаки на курортный город Сус погибли десятки туристов. Отрасль и страна в целом несут огромные потери. С сегодняшнего дня в Тунисе действует режим чрезвычайного положения. Президент выступил с обращением к гражданам. Последние новости из Туниса в материале Дмитрия Малышева. ВИДЖИ КАИТССИ задержался на полчаса. Государственное телевидение Туниса было вынуждено заполнять эфиры. За несколько минут до появления президента в кадре, жители страны наблюдали рекламные ролики двух типов. Одни о том, как хорошо работает полиция, другие настаивали, что Тунис – рай для туристов. Рай, в котором сегодня была объявлена война. Тунис переходит в состояние войны с терроризмом. Страна рухнет, если повторятся события, которые произошли в Сусе. Мой долг этого не допустить. Чрезвычайное положение вводится во всей стране на 30 дней. Экстренные меры связаны с террористической атакой на туристов. Почти никто не сомневается, что бойня на пляже – это причина. А вот поводом послужила статья, которую опубликовало британское издание «Индепендент». Сенсационное заявление на страницах газеты сделал некто валид за рук. Личность Туниса известная. Когда-то он работал старшим охранником в тюрьме, а сейчас возглавляет неправительственную организацию, которая следит за деятельностью силовых ведомств. По данным Зарука, донесение о готовящейся атаке попросту потерялось в столах многочисленных кабинетов МВД. Сотрудники сил безопасности перехватили разговоры предполагаемых организаторов теракта с фразой «осожжение машины». Это комбинация слов «приказ к началу атаки». Офицер, получивший сообщение, передал информацию в МВД Туниса. Но никаких ответных действий не последовало. Если атака произошла в июне, а данные о ней лежат в столе с мая, значит что-то не работает. По словам Зарука, спецслужбы провалились из-за коррупции. И, как пишет Индепендент, она охватила все этажи Тунисского МВД. Это произошло после того, как из страны бежал президент Бен Али. Тогда, к слову, в Тунисе было введено первое чрезвычайное положение. Армия и полиция получили большую свободу действий и использовали ее в основном для подавления беспорядков. Действие режима несколько раз продлевалось и было снято только в марте прошлого года. Новая власть уволила старых специалистов. По некоторым данным, сейчас в силовых ведомствах Туниса нет ни одного крупного специалиста по антитеррору. Жертвами атаки, которая произошла 26 июня, стали 39 человек, в том числе и одна россиянка. Большинство погибших – туристы из Великобритании. Предполагается, что стрелок на пляже города Суз был один. Но эти заявления сделали сотрудники МВД, доверие которым испаряется с каждым днем. С той же скоростью тает и туристическая привлекательность Туниса. Дмитрий Малышев, Первый канал. Сегодня Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Барака Обаму с национальным праздником Днем Независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В телеграмме направленный в Вашингтон глава российского государства подчеркнул, российско-американские отношения, несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия, остаются важнейшим фактором обеспечения стабильности и безопасности в мире. Президент выразил уверенность, что с помощью диалога на основе принципов равноправия и взаимного уважения Россия и Соединенные Штаты Америки способны находить решение самых сложных международных проблем и эффективно противостоять глобальным угрозам и вызовам. Менее суток остается до начала референдума, объявленного в Греции. Ситуация наколена до предела. Итог голосования непредсказуем. Страна разделилась во мнении фактически пополам и будет важен каждый голос. Но финансовые аналитики обратили внимание на тревожную тенденцию. Еще одна страна ЕС заявила, что ей сложно расплатиться по своим долгам перед МВФ. О раскладе сил в Греции, где сейчас затишье, возможно, перед бурей, материал Антона Верницкого. После бурной ночи накануне, когда в греческой столице одновременно митинговали сторонники соглашения с международными кредиторами и его противники, утром центр Афин выглядел пустынным. Суббота, выходной и даже члены комиссии, занимающихся организацией референдума, постарались как можно быстрее подготовить бюллетени и закрыть участки для голосования до воскресенья. Через несколько часов Греция будет решать, соглашаться ли еще больше затягивать пояса в обмен на новые кредиты, как того требует Евросоюз, или отвергнуть условия кредиторов. В этом случае, как утверждает премьер Ципрос, чьи сторонники митинговали ночью на центральной Афинской площади, у правительства есть шанс на своих условиях договориться с кредиторами о реструктуризации 320-миллиардного долга. Граждане Афин, греческий народ, в воскресенье мы не просто решим остаться в Европе, мы решим жить в Европе с достоинством, работать и процветать, и быть равными среди равных. Мы должны все вместе сказать «нет» любым ультиматумам. Никто не имеет права угрожать разделить Европу, а ультиматумы, как известно, иногда возвращаются бумерангом к тем, кто их предъявляет. В случае, если греки ответят «нет», Ципрос обещает уже в понедельник поехать в Брюссель и добиваться от Евросоюза приемлемых, по его словам, условий для Греции. На неделе Алексис Ципрос уже предлагал кредиторам сократить долг страны на 30% и выплату оставшегося в рассрочку на 20 лет. Реакции на это предложение пока в Брюсселе не последовало. Там явно ждут окончания референдума. Тем более, что, судя по социологическим опросам, не все греки поддерживают своего премьера. Агентство «Блумберг» уверяет, силы примерно равны. 43% за идею Ципроса сказать на референдуме «нет», 42,5% за то, чтобы условия международных кредиторов принять. Ведь, по словам лидера оппозиции бывшего греческого премьера Антониса Самараса, результаты воли и заявления будут иметь для страны самые серьезные последствия. В воскресенье мы будем голосовать за или против евро, а не за или против предложений кредиторов. Правительство обещает, что в случае поддержки на референдуме ему удастся добиться более выгодных условий от кредиторов в ближайшие 48 часов. Это просто нереально. Нет на референдуме отнюдь не означают «нет» Европе, парирует Ципрос, и попытки Евросоюза напугать население тем, что Греция выйдет из зоны евро и будет вынуждена вернуться к Драхме, не более чем шантаж перед голосованием. Недаром министром финансов Греции Янис Вуруфакис назвал подобные действия Брюсселя терроризмом, направленным прежде всего на то, чтобы сменить нынешнее правительство. Зачем они вынудили нас закрывать банки, чтобы вселить в людей страх? А когда речь заходит о распространении страха, то такой феномен называют терроризмом. Действительно, за несколько дней до референдума в Греции закончились наличные евро, которые население бросилось снимать со своих счетов. Случилось это из-за того, что Европейский Центробанк отказался переводить в страну дополнительную наличность. Примечательно, что интервью министра финансов Греции вышло в испанском издании «Эль Мунда». В Испании пристально следят за действиями Афин, ведь эта страна может стать следующей. Дело в том, что пока весь мир наблюдал за тем, что же будет дальше с экономикой Греции, еще 25 июня Испания, и это осталось практически незамеченным, обратилась в Еврокомиссию за финансовой помощью. Объяснив, что тоже не может самостоятельно расплачиваться по своим долгам, которых, по некоторым данным, накопилось около триллиона евро. Что в три с лишним раза больше, чем долги Греции, чья судьба должна решиться на референдуме в воскресенье. Антон Верницкий, Первый канал. В Польше продолжают войну с историей. Российская страна отреагировала на снос в городе Новосуль памятника братству по оружию солдат войска польского и Красной армии. С Москвой эти недружественные шаги польские власти не согласовали, что грубо нарушает совместное соглашение о местах памяти жертв войн и репрессий, подписанное Россией и Польшей в 1994 году. МИД России возмущены сносом монументов. Заявление отмечается, цитата, «Складывается впечатление, что глумление над нашими памятными местами возведено в Польше в ранг государственной политики». Главное музыкальное событие лета – Всероссийский фестиваль «Нашествие». В первый день посетили 90 тысяч человек, а сегодня самый громкий номер у пилотажной группы. Александр Евстигнеев слушал музыку моторов в небе и лучшие песни отечественного рока на сцене «Нашествие». На небо им грех жаловаться второй день рок-фестиваля и ни капли дождя – жара. Поляна перед сценой – что-то среднее между пляжем, парком аттракционов и танцплощадкой. Звезды на сцене и звезды в небе на крыльях истребителей. Пилотажную группу «Соколы России» фестиваль встречает как рок-кумиров. Восторг и обожание. «Соколы России» исполняют и проверенные временем хиты, колокол, бочка, мертвая петля и виртуозные вещи, которые мало кто в мире способен повторить. Вот, например, плоский штопор. Один в один рок-звезды. Рок-музыка – это всё быстро, всё тяжело, всё целеустремлённый, мотив такой, всё движется вперёд. Так же и в армии сегодня. Армия не спит сегодня, армия проснулась, армия развивается, вы это видите. Летаем, посмотрите, как летаем, на каких самолётах летаем. Всё здорово. На нашествии 2015 рок и армия бок о бок. Зрители весь день перетекают от сцены к площадке Министерства обороны. Выставка техники для тех, кому достаточно посмотреть. Мастер-классы от десантников для тех, кто готов попробовать. Урок первый – выживание в дикой природе. Урок второй – запоминающийся основы маскировки – слиться, скрыться, обмануть. Все кричали, и она кричала, хорошо поставленным голосом. Леся Гесматулина из группы «Гильза». Рок-музыканты между выступлениями тоже приходят на площадку к военным. Интересно. Мне кажется, один стержень у армии, у рок-музыки в нашей стране, какой-то общий. Очень гордостно за нашу страну. Я, в принципе, даже, на самом деле, по большому счёту, никогда не сомневалась, да, в нашей стране, в её силах, в её защите, нас, как её детей. Мне бы в небо тем, кто хочет почувствовать себя в кабине истребителя МиГ-29, придётся больше двигаться. Теннис, полоса препятствий, шахматы. Нужно заработать пять жетонов, и тогда можно полететь на авиасимуляторе. Например, здесь можно заработать один жетон. Для этого нужно отжаться 50 раз. И в этом вся суть российской армии. Очень хитрые люди. Они сначала заинтересуют, а потом даже ленивых рок-н-ролльщиков заставляют работать над собой. Александр Евстигнеев, Денис Овчаров, Вячеслав Павлинич, Первый канал, Тверская область. Во всей России чествуют те, кто уже отметил золотую или серебряную свадьбы. Торжества накануне Дня Семьи, Любви и Верности начались в выходные, поскольку сам праздник приходится на середину рабочей недели, 8 июля. У него есть святые покровители Пётр и Феврония. Свой символ – цветок ромашки. И новые традиции, например, собирать заветные желания родителей и детей. И мама тут же подсказывает про мечты, которые должны сбываться, про мир во всём мире и про хорошие оценки в школе. Таких листов с детскими и взрослыми пожеланиями на дереве семьи. Сегодня сотня. Чтобы они были счастливы, здоровы, крепко, чтобы семья у них была. Папа и мама обязательно. Вот это бы я желала. У нас сила! У нас прожитые годы! На немцы! 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 И стаж совместной жизни. Но молодожены не расстраиваются. Говорят, всё ещё впереди. А победители вовсю бьют в барабаны и делятся своим рецептом семейного счастья. Если что-то делать, то обязательно вместе. Дети растут, заботы, какие-то трудности, какие-то радости. И всё, вот как будто один день. А в этой семье как один день прилетели целых 55 лет. И сегодня она снова для него невеста. Правда, вместо фаты венок из ромаши, который он сам ей сплёл. Генеральный дозатар сказал, ты мне больше никто. И потом меня поцеловала. Любить надо друг друга и прощать. Люби, какой уж он есть со всеми его недостатками. Сегодня в Муроме, где жили Владу и Согласий, и умерли в один день святые князь Пётр и княгиня Феврония, реконструировали дом травницы и княжеский двор. Тут гуляют гуси и фазаны, а в тяжёлых кольчугах сражаются рыцари. Кстати, в дружине Петра были в основном неженатые мужчины. Ратное дело очень опасное. И те, кто возвращались, как правило, имели самые крепкие семьи. Войска уходили порядка 25 лет. Могли служить. Семейное счастье – это любовь и верность друг к другу. О верности в современном мире много говорили со сцены, установленной в парке Царицыно в Москве. 21-х пар, которые вместе прошли через десятилетие супружеской жизни, получили медали имени Петра и Февронии. Можно помогать во всём, и в беде, и в радости быть вместе. Это самое главное. Вот у нас пять детей, мы стараемся точно так же воспитать. Ну а для тех, кто пока только планирует создать семью, предлагают тренироваться на мультиках. С помощью цветных картинок создать свой образ и представить, каково это, играя с ребёнком, или даже укладывать его в спать. В настоящей, ненарисованной жизни всё, конечно, совсем по-другому. Бывают и беды, и трудности. Но, как говорят пары со стажем, если есть любовь и доверие, семья обязательно со всем справится. Марина Светлая, Маргарита Шила, Юлия Ходорова, Владимир Бокурев, Илья Марьин. Первый канал. В Воронежской области люди спасли лесу, которая потом заменила маму брошенным щенкам. Зверя нашли на обочине дороги. Его сбила машина. Со сломанными лапами не было шансов выжить в дикой природе. В местном приюте лесу выхаживали несколько недель, а когда она пошла на поправку, зоозащитникам принесли щенков. Они быстро освоились и сами забрались в чужой вольер. Теперь приёмная мама и семь детёнышей не расстаются. Испугавшись съёмочной группой, леса забилась в угол клетки, но когда нет чужаков, она подолгу играет со щенками. Новые правила для самой популярной игры. Германия охвачена спортивной модой. Футбол для тех, кто любит веселье и не боится лишнего груза. Команд уже десятки. Участники мечтают о чемпионате мира. На поле вышел и наш корреспондент Иван Благой. Вы считаете, современному европейскому футболу не хватает зрелищности? Добро пожаловать на бабл-фузболь. Футбол в пузырях. Отскоки, тараны, перевороты через себя. Судья за такую игру не наказывает. Это то, что он сам желает видеть на поле. Да мне вообще больше всего нравится, когда они сталкиваются друг с другом. Это очень забавно. При этом травму получить очень сложно. Каждый игрок в специальной амортизирующей капсуле. Такой шар на ножках. Эти надувные доспехи весят 12 килограммов. Если упадешь, то подняться самому на ноги без помощи рук достаточно сложно. Да и следить за мечом сквозь шар проблематично. Впрочем, кто сказал, что будет легко? Зато весело. Бабл-фузболь родом из Норвегии. В Германии этим летом игра стала пользоваться бешеной популярностью. Лишь в Берлине сегодня собрались 40 бабл-команд. Игра это два тайма по 10 минут. Вот больше, поверьте, при сегодняшней жаре в 36 градусов по Цельсию внутри просто не выдержишь. Там внутри невероятная жара. Я всю себя обрызгала водой, хотя у меня был макияж. Он обычно для меня важен. Но сейчас мне было все равно. Профессиональных бабл-спортсменов в Германии пока, конечно же, нет. Играют все, кто увидел в сети вот этот видеоролик. И решил, а почему бы и нет? Сейчас они пытаются нащупать собственный стиль игры. Стратегия и тактика. Она простая, все на мяч. Можно, наверное, придумать какие-то схемы игры, но работать они не будут. Возможно, в ближайшее время в Германии появится своя бабл-лига. Организаторы считают, у игры большое будущее. Смеются. А что? Футбола в ней больше, чем в футболе. Мячами порой становятся сами игроки. И вам благой. Дмитрий Волков, Ольга Ледовская. Первый канал. Берлин. Сейчас эфир Первого канала продолжает программу сегодня вечером. В студии Андрея Малахова легендарный Олег Попов, который приехал на родину впервые за четверть века. Солнечный клоун и его правила, что главное в юморе и личной жизни. Смотрите прямо сейчас. Солнечный клоун и его правила.